В эфире новости христианского мира в студии Жанна Мамилова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Митрополит Илларион осудил критиков встречи патриарха и папы. Папа Римский Франциск попросил прощения у беженцев. Профсоюзы Сургута отказались от демонстрации из-за Пасхи. Служение «Живая вера» отметило 19-летие. Эксклюзивное интервью ТБН дал Максим Амосов. Русская церковь выражает обеспокоенность кампании, поднявшейся против патриарха Кирилла в ответ на его встречу в Гаване с папой Римским Франциском. Ни чем иным, как фарисейством, нельзя назвать ту кампанию протестов, которая в последнее время была развязана против предстоятеля Русской Православной Церкви, Святейшего Патриарха Московского Сяруси Кирилла, в связи с его встречей с папой Римским Франциском 12 февраля в Гаване и подписанной ими совместной декларацией, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Ларион, выступая в среду в Московской Духовной Академии. Напомнив, что главной темой встречи стала защита ближневосточных христиан, представитель церкви спросил, почему ревнители православия не провели конференцию в поддержку гонимых, не собрали срез для помощи беженцам. По мнению митрополита, критика патриарха толкает церковь в изоляцию и в раскол. Хотели бы превратить ее в секту, подобную их собственным сборищам. Иерарх призвал критиков, цитата, «одуматься, покаяться и перестать соблазнять доверчивых и легковерных людей своими страшилками, не имеющими ничего общего с действительностью». Папа Римский Францис попросил прощения у беженцев. «Простите закрытость и безразличие наших обществ, которые боятся тех перемен в жизни и менталитете, которых требует ваше присутствие. С такими словами, Папа Франциск обратился к беженцам в видеопослании, распространенном 19 апреля, через две недели после вступления в силу соглашений, резко ограничивающих доступ мигрантов в Евросоюз, сообщает христианский портал Invictory. Через три дня после своего визита на Лесбос, откуда он привез в Рим 12 сирийских беженцев, Папа выразил от имени всей Европы сожаление в связи с отношением жителей Старого Света к мигрантам. «Слишком часто мы не принимали вас», — сказал понтифик. «Вас воспринимают как бремя, как проблему, как цену, когда, как на самом деле вы дар. Каждый из вас может стать в некоторой степени тем мостом, который соединит разделенные народы, который сделает возможной встречу различных культур и религий, который станет путем к открытию всеми нами нашей общей человечности. «Каждый из вас беженцев, постучавшихся в наши двери, имеет образ Божий», — продолжил Папа. «Каждый из вас — это брат, с которым надо разделить хлеб, жилье, жизнь. Ваш опыт страдания напоминает нам, что мы странники и паломники на этой земле, которым кто-то оказал совершенно незаслуженное нами гостеприимство». Профсоюзы Сургуда решили не проводить демонстрацию 1 мая, так как в этот день православные христиане отмечают Пасху, сообщает пресс-служба городской администрации. «С каждым годом число православных верующих растет, и многие из них захотят провести ночь в храмах и соборах на вечерней службе, принять участие в крестном ходе», — говорится в сообщении. В 2005 году Первомайское шествие также совпадало с Пасхой, и решением профсоюзов города от его проведения тогда отказались. Тем временем в югорском отделении КПРФ заявили, что подготовили обращение в прокуратуру с просьбой разобраться, какая связь между празднованием Пасхи и отменой шествия, пишет во вторник газета «Коммерсант». В свою очередь президент Конфедерации труда России Борис Кравченко заявил, что в стране гораздо больше наемных работников, которые нуждаются в солидарной защите своих прав, чем православных христиан. Служению «Живая вера» в Пензе исполнилось 19 лет. В рамках этого события в храме Пензенской протестантской церкви прошло праздничное богослужение с участием президента Организации Харизма епископа Павла Савельева. Все подробности в сюжете наших корреспондентов. Служению «Живая вера» в Пензе исполнилось 19 лет. В рамках этого события в храме Пензенской протестантской церкви прошло праздничное богослужение с участием президента ЦРО ХВЕ Харизма епископа Павла Савельева. За эти 19 лет, на самом деле, мы увидели очень много работы Божией с нашими душами, с нашими сердцами. В этой церкви за эти 19 лет создалось огромное количество семей. Родилось большое количество детей, и мы видим результаты. Самое главное – это спасенные человеческие души. И хочется Господу сказать огромное спасибо за то, что Он использовал эту церковь, чтобы спасать людей, чтобы исцелять их, чтобы изменять их жизни, и чтобы именно благословлять их жизненный путь. Хочется сказать, чтобы Господь в следующий наш год благословил наше служение, чтобы мы оставались едиными, верными, дружными, еще больше сделали для Господа, для Его славы. В этот радостный день поздравить церковь приехали пасторы и лидеры из разных городов и регионов России. На торжественном служении верующие вместе поклонялись и возносили молитвы Господу. А затем епископ Павел Савельев поделился насущным Божьим посланием для церквей Поволжского региона и поздравил служение «Живая вера» с днем рождения. Вы, ребята, благословение не только для города и региона вашего, но и для всей России. Мы поздравляем вас с великим праздником, он великий, потому что все эти годы Бог содержал, благословлял, миловал, прощал, исцелял и наполнял. Присоединяйтесь к этой церкви, присоединяйтесь к этому благословению, потому что здесь есть будущность, есть надежда. Поздравляю 19-летие церковь «Живая вера». Пусть Божье благословение будет в этой церкви. Я вижу Божью руку над этим церковью, как Бог поднимает. Желаю совершить много плодов доброго для Господа и пережить в этом году обновление и рост. Пусть Господь благословит церковь численным ростом, духовным ростом, возрастанием новых служителей. После проповеди Слова Божьего состоялось рукоположение на пастырское служение молодых служителей Анатолия и Ольги Бобровых, которые уже ведут церковь в одном из районов Пензенской области. Рукоположение совершили епископ Павел Савельев и все присутствующие священнослужители. Мы хотели выразить особую благодарность епископу Олегу Владимировичу Серову, епископу Павлу Александровичу Савельеву, всем пасторам и служителям, которые молились сегодня за нас. Огромное спасибо. Это великая честь и привилегия для нас служить Богу. Я верю, что Господь будет использовать нас как инструмент в своих руках. Мы постараемся оправдать надежды и хотим быть похожими на наших пасторов. После официальной части праздника состоялся пастырский обед, где в неформальной обстановке служители могли пообщаться и задать волнующие их вопросы епископу из Москвы, а также поздравить пасторов служения «Живая вера» с праздничной датой. Мы поздравляем вас с 19-летием. Мы с нетерпением ждем 20-летие. И пусть этот год будет для вас еще большим благословением в делах, в личных отношениях. Я думаю, что эта церковь наполнится до избытка, и вам будет здесь мало места. Мы приехали поздравить, но уезжаем наполненными, потому что Бог сегодня обильно действовал и говорил в наши сердца. Просто изливал от Духа Божьего. Спасибо за помазанных Божьих людей. Чудесно, что 19 лет мы уже служим на этой земле, но мы уверены, что это еще только начало. У Бога есть огромные планы для церкви, для евангельского движения в нашем регионе. И то, что в скором будущем мы увидим огромное количество плодов Божьих на этой земле. Елена Адалимова, Павел Шишкин, медиагруппы «Живая вера» специально для ТБН. Телеканал ТБН «Россия» посетил руководитель московского отделения «Миссии евреи за Иисуса» Максим Амосов. «Миссия евреи за Иисуса» работает в 10 странах мира. Организация была основана в сентябре 1973 года, когда Дух Святой привел тысячи целеустремленных молодых людей к вере в Иисуса. И многие из этих людей были евреями. Еврейское служение по всему миру сейчас находится на подъеме. Мы видим все больше отклик от еврейского народа на нашу активность. Все больше людей хотят знать о Христе и читать Новый Завет. Поделился Максим Амосов с нашим телеканалом в эксклюзивном интервью. Русским евреям легче, на мой взгляд, принять Христа, чем, скажем, евреям, живущим в Западной Европе или в Америке, которые живут, часто общаясь с синагогой тесной, где запрещено даже порой упоминать на Христа, не то что читать о нем, размышлять о нем. После падения Советского Союза многие русскоязычные евреи уехали в эмиграцию и в Израиль, и в Америку, и в Германию, и в Канаду, и в Австралию даже. Но с собой они привезли вот эту большую открытость для благовестия, для Христа. На этом у меня все. Смотрите больше новостей в нашем эфире. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин